Привет, интернет! Я сегодня к вам вернулась с новым, свежеиспеченным понпончиком, и сегодня история будет веселая. После прошлого видео в понедельник, которое было очень эмоциональным и грустным, вы меня просили рассказать историю повеселее, и сегодняшняя история будет супер веселой и очень забавной. Я вам уже рассказывала, что я ездила по обмену учиться в Швецию, и у меня там было просто супер много каких-то очень странных историй, и сегодняшняя история будет как раз-таки из того периода моей жизни, потому что он был просто супер сумасшедший. Так что давайте посмотрим интро и начнем! Как я уже говорила, тот период моей жизни был супер просто сумасшедшим, и очень часто во время этих историй я была не очень трезвой. Мне уже было 18, то есть законом мне это было уже разрешено, но я все равно настоятельно вам не рекомендую пить в таких количествах, даже после того, как вам стукнет 18. Мы тогда праздновали день рождения моей подруги. Давайте представим, что мою подругу тогда звали Аня. И, в общем, мы решили хорошенечко оттянуться на Ани на день рождения, решили выпить немножечко перед клубом, а потом пойти потанцевать. Но немножечко быстро переросло в больше, чем немножечко, а потом еще чуть-чуть больше, и в результате мы всей нашей дружной гурьбой пришли очень сильно пьяненькие в клуб. С горем пополам мы дошли до клуба, отстояли очередь, нас туда пустили, потому что мы пытались очень сделать трезвое лицо, чтобы, собственно, нас пустили без всяких приключений. Мы благополучно заходим в клуб, отдыхаем, развлекаемся, все супер, и мне кажется, что не проходит и 20 минут, как происходит следующее. Один из мальчиков нашей компании решает поднять Аню наверх, ну, видимо, от большой любви, но из-за того, что градус алкоголя в его организме был достаточно высок, из-за этого они падают вместе с Аней просто плашмя прямо посередине танцпола. Аня в этот момент очень сильно приложилась затылком прямо вот к этому полу, к танцполу, и, видимо, из-за того, что она очень сильно ударилась, никакой крови, слава богу, не было, но, тем не менее, как бы алкоголь немножко, видимо, перемешался, и ей стало плохо. Аня быстрым-быстрым шагом удаляется в уборную. Мы с еще одной моей подругой смотрим на это все. Мы не очень поняли, из-за чего они упали, мы тогда не знали, что это просто потеря равновесия. В общем, мы, как настоящий true friends, отправляемся в уборную вместе за нашей имениницей. Когда мы зашли в уборную, мы поняли, что Аня распласталась на две кабинки, и, в общем, обнимается с фаянсовым другом. Давайте назовем это так, немножечко фигурально, потому что эта история и так достаточно стыдная. Мы изо всех сил пытаемся как-то Ане помочь. Мы приносим воды, заставляем ее пить, она как бы отворачивается, не хочет, чтобы мы поили ее водой. И все, обнимается и обнимается с этим фаянсовым другом, если вы понимаете, о чем я. Где-то после 10 минут этих мучений к нам в уборную заявляется охранник и спрашивает, все ли в порядке, собственно. Мы отвечаем, что все нормально, ну сейчас небольшой казус случился, ну мы сейчас выйдем, все будет чики-буки. Но, как бы, обнимания продолжаются. Мы понимаем, что дело плохо и нужно срочно везти Аню домой. Мы обыскиваем ее в поисках номерка для одежды, а дело было зимой, поэтому у нас была верхняя одежда, которую мы сдавали в гардероб. Мы начинаем ее обыскивать, при этом, ну как бы, переговариваясь и спрашиваем Аню, но она ничего нам не отвечает, только дергает ногой. До нас очень долго доходило, что она показывает, что ее номерок находится в ботинке. И в тот момент, когда мы номерок для одежды все-таки отыскали, в уборную заходят уже два охранника и особо ничего не спрашивая, забирают у нас номерок, забирают Аню в охапку и, в общем, выводят из клуба. Мы, понятное дело, не хотим выпускать Аню из вида и, как курицы на сетке, просто отправляемся за всей этой процессией. А клуб находился на втором этаже. И когда мы, в общем, шли за этим караваном из людей, мы прошли через какую-то кухню, там оказался лифт, мы даже не знали о его существовании. В общем, нас спустили и, в общем, отправили на улицу. И, видимо, вызвали полицию. Возможно, они ее не вызывали, возможно, там полиция просто патрулировала. Но, в общем, полиция к нам подошла. Полицейские к нам подходят и начинают расспрашивать, в чем дело. Причем спрашивают они по-английски. А я в тот момент уже смекнула, что, чтобы шведы к тебе относились более-менее снисходительно, лучше говорить с ними на шведском. На каком-нибудь там тарабарском шведском, но хоть на каком имеешь. Потому что в тот момент они как бы такие, ооо, это русская учит шведский, ну ладно, иди с богом. Это очень часто прокатывало. В общем, я пытаюсь там что-то объяснить, что вот, понимаете, вот, ну, перепили, ну, с кем не бывает, ну, как бы, ну, день рождения, такой повод, ну, как бы, вот. Они начинают спрашивать, а что конкретно вы пили? Мы такие, ой, ну, водку. Они такие, подождите, вы же русские, почему у вас такая реакция на водку? Вы же ее там с молоком матери, типа, впитываете. Мы такие, ха-ха-ха, как смешно, идите к черту, ненавижу стереотипа о русских. Тут полицейские меняются в лице и спрашивают, а вы случайно ничего не принимали, имея в виду наркотики? У меня начинается паника, потому что мы действительно ничего не принимали. Но, если нас сейчас повезут в какое-то отделение, заставить там, я не знаю, дышать в трубочку, или там, я не знаю, кровь берут, я не знаю, как это происходит. Ну, в общем, Ане будет плохо. Я начинаю их уверять, что мы ничего не принимали, мы, как бы, даже, ну, собственно, никогда и не пробовали, поэтому, ну, как бы, ничего, и они начинают предлагать, типа, может быть, вас подвезти? Я на панике, потому что, я думаю, сейчас они скажут, что они нас подвезут до дома, а на самом деле увезут в отделение. Короче, я такая, нет-нет-нет, ничего не нужно, спасибо вам огромное. Они, вроде бы, уже начинают улыбаться, я думаю, блин, может быть, я зря отказалась, потому что так бы мы оказались дома гораздо быстрее. Но тут просыпается Аня, а она все вот происходящее время, она, ну, как бы, вот так вот просто сидела и как будто бы немножечко спала. Тут она просыпается и такая на ломаном шведском, с супер русским акцентом говорит, я чувствую себя нехорошо, но я могу идти домой. В общем, полицейские засмеялись, пожелали хорошей дороги домой и ушли за своясь. Ну, а на воздухе Ане стало немножко легче, и мы, собственно, без особенных приключений и каких-то казусов довели ее до дома. Вот. На самом деле, это был не единственный случай моего знакомства со шведской полицией. Сейчас я расскажу вам вторую историю. Она будет трезвой, слава богу, потому что я бы не пережила, наверное. Я бы умерла со стыда, если бы я рассказывала две пьяные истории подряд. К моей подруге Даше приехали родители. Про Дашу я вам как-то раз рассказывала вот в этом видео, в котором я рассказываю, что из-за меня в результате Даша сломала зуб. К Дашу приехали родители на машине, и они предложили сделать такой небольшой трип по Швеции. Меня взяли с собой. Вот. Я была очень-очень рада, потому что я очень хотела поездить по Швеции, потому что, несмотря на то, что я ее учу, я была мало в каких городах. И мы поехали из Вестероса, в Гетеборг, потом поехали в Мальмо. В Мальмо побыли чуть-чуть, а потом там Мальмо и Копенгаген отделяют, по сути, только один рисунский, по-моему, называется мост. Сейчас я погуглю на всякий случай. Да, он называется рисунский мост. В общем, мы из Мальмо доехали до Копенгагена, там провели чудесный день, походили везде. Очень красивый Копенгаген, нам очень понравился. Поздно вечером с Копенгагена мы снова возвращаемся в Мальмо, у нас там был уже снят хостел. А поскольку в Мальмо мы тогда были вообще все впервые, поэтому мы хостел снимали по интернету. И, собственно, мы не знали, что этот хостел находился в таком не очень благополучном районе. Мы, в принципе, особо не обратили на это внимание, но, в общем, потом нам это аукнулось. Аукнулось, сейчас расскажу, как. Мы чудесно поспали, с утра проснулись, не спеша сидим завтракаем. А из столовой окна выходили прямо на парковку. И на парковке стояло рядом три машины. Румынская, наша посередине и еще русская какая-то машина. В какой-то момент мы смотрим вот так вот в окно и видим, что около трех машин стоит четыре человека. Румыны какие-то, около румынской машины, которые вот так вот, значит, размахивают руками и что-то кричат. Около русской машины стоят их владельцы русские. И, в общем, что-то вот так вот стоят, такие ой-ой-ой. Мы посмотрели на это, пожали плечами и продолжили, значит, завтракать свою там яичницу или что мы завтракали, я уже не помню. Через некоторое время мы снова обращаем на них внимание, прислушиваемся, слышим, что там, значит, румыны размахивая руками что-то ругаются. Русские там что-то говорят, что у них велики украли. А напомню, что наша машина стояла посередине. Мы опять смотрим на это, такие, ну, явно с нашей машиной все в порядке. Тут даже папа встает и говорит, пойду-ка я узнаю, может быть, там помочь что-то ребятам нужно как-то. Ну, и на машину на нашу посмотрю, ну, так, ну, я вижу, что с ней все в порядке. Даже папа выходит на улицу и, в общем, останавливается около своей машины. И мы понимаем, что, кажется, наша машина тоже, как бы, находится в плачевном каком-то состоянии. Короче, мы в результате все выходим на улицу. Оказывается, что, в общем, какие-то, я не знаю, бандиты разбили машину румыном. И они полностью, как бы, они разбили заднее стекло и полностью машину вверх дном перевернули. Но ничего не взяли. Машину русских, которая стояла с краю, они бить не стали. Но наверху, на багажнике стояло два велика. И они их сняли и, в общем, забрали. А в машину, в которую ехали мы, они разбили стекло со стороны водителя боковое и украли две вещи. А теперь внимание. Во-первых, они украли видеорегистратор, который в Швеции запрещен. Я не знаю, то ли они самосуд решили так произвести, я не знаю, короче. А во-вторых, они посмотрели, в машине ничего ценного не было. Они открыли бардачок и взяли оттуда визитницу с картами Максидома, ленты, пятерочки. Ну, в общем, и всякие такие карты, которые в Швеции, ну, не нужны. Мы смотрим на это все. Значит, русские стоят, грустят. Румыны ругаются. Они поняли, что мы русские. И, в общем, такие... А дальше очень с милым акцентом такая вообще ненормативная лексика была, что мне даже повторять ее стыдно. Но это было очень смешно. В общем, немного подумав, мы решаем, что нужно вызвать полицию. Даша набирает номер, начинает звонить, рассказывает ситуацию. А мы тогда еще очень забавно только выучили фразовый глагол, который там слосендер звучит так. Это разбить в дребезги. И вот она такая окно, слосендер, там все такое, значит, рассказывает. И женщина, которая была на другом конце провода такая, ну, вообще, вы, конечно, знали, где поселиться. Мальмо. Мальмо это вообще гетто Швеции. Типа, вы чем думали, когда там селились? А у вас еще и район неблагополучный. Ну, мы такие, типа, ну, а как бы, что нам делать, там, страховая? Ну, хотелось бы как-то бесплатно заменить стекла, потому что это как бы не наша вина была и все такое. Она такая, ну, не знаю, не знаю. А там есть какие-нибудь улики? И Даша, значит, смотрит на машину, а в нашей машине лежал топор, видимо, которым мы разбили вот эти вот все стекла в этих машинах. Она такая, ну, не знаю, тут есть топор. И женщина такая, ну, девушка, ну, топор это не улика. Улика это какая-нибудь жвачка. Или там кровь, например. Ну, Даша смотрит и говорит, ну, крови и жвачек нету, извините. Ну, женщина такая, ну, блин, ну, короче, ну, нет. Нам ехать туда нет смысла. Ну, и, в общем, мы поняли, что, видимо, добиваться ничего нет смысла. Она предложила приехать к ним как-то и написать заявление. Но нам нужно было в этот день уезжать из Мальмы. Мы поняли, что мы сейчас просто потратим целый день, наверное, на всякие эти бумажки и так далее. Ну, и, в общем, мы решили, что поедем на шиномонтаж и заменим стекло. Но на этом шиномонтаже единственное, что они нам предложили, это заклеить стекло пакетом пластиковым и скотчем все это обмотать. В общем, так мы и возвращались обратно в Эстерос. А Дашины родители так и в Питер ехали в результате. Вот с таким стеклом. Так что на этом загнивающем западе точно такие же проблемы, как у нас. Тоже полиция какая-то иногда не приходит на помощь. Вот такие вот истории. Я очень надеюсь, что вам они понравились, что вас они повеселили. И, может быть, вы даже чему-то новому научились. Как минимум тому, что слой сендер по-шведски это разбить в дребезги. Но у меня на этом все. Сейчас на экране мои самые любимые комментарии к прошлому видео. Прошлое видео было достаточно эмоциональным. Я рассказывала про то, как я потеряла кота. Вот. И, в общем, я рассказывала какие-то приятные воспоминания. И, знаете, мне действительно очень помогло вот это вот видео, запись этого видео. Потому что я снова пережила какие-то приятные воспоминания. И... Ну, это действительно очень помогает. Плюс я от вас почувствовала такую какую-то невообразимую поддержку. Вы все писали самые... Ну, свои искренние соболезнования. Вы писали свои истории, как у вас ушли ваши домашние животные. И, в общем, спасибо вам огромное. Я буду вам бесконечно благодарна за вашу такую поддержку. Правда, мне с ней гораздо, гораздо проще. Спасибо вам. Спасибо вам огромное. Я вас очень-очень сильно люблю, целую и, конечно же, обнимаю. До свидетела. До свидания. Муа!